Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мы сейчас живем во время после некого странного мероприятия, которое, собственно, держало нашу страну в напряжении последние месяцы. Но вот сейчас вроде он уминовал и отпустил. Саммит АТС в Владивостоке. Гигантская Потемкинская деревня за 20 миллиардов долларов. То есть сейчас, читая все, что там произошло, понимаешь, что, собственно, за эти деньги мы получили большой хороший мост, как у Манилова. Даже два. Даже два. Да, даже два. Получили великолепную канализационную систему в Владивостоке. Ну и, собственно, какое-то, так сказать, большое количество мыльных пузырей. Ну так университет еще. Ну да, университет. Новый кампус университета. Новый кампус университета. Да, вот уже мои гости мне подсказывают. Так что уже сразу представлю наших сегодняшних гостей. Это профессор Высшей школы экономики Алексей Скопин. Здравствуйте. И научный сотрудник географического факультета МГУ Андрей Требеш. Добрый вечер. Вот. И, собственно, по следам этого саммита и вот этого гигантского совершенно вложения, которое, ну, как-то несоразмерно с тем эффектом, который, очевидно, совершенно был получен от этого саммита, который прошел, в общем-то, при полупустых трибунах. И неизвестно, как вся эта инфраструктура будет теперь использоваться нами. Я хотел бы поговорить о местах, то, что называется не столь отдаленных, но тут уже столь отдаленных. О Дальнем Востоке, о Сибири, о всем там огромном пространстве, которое Владимир Владимирович сейчас пролетал в образе то ли журавля, то ли стерха. Что России делать с этим пространством? Поговорить о будущем Сибири и Дальнего Востока. Собственно, наша вот археология постоянно имеет дело с некими мифологиями, с некими архетипами сознания. Вот мы живем, мы все в школе впитались, что Россия будет прирастать Сибирью. Вот мы сидим на каком-то таком гигантском ресурсе, гигантском богатстве. Мы этим, собственно, и велики в мире тем, что у нас есть вот эти вот огромные просторы. Но так ли мы богаты этими просторами? Чем они для нас являются? Это некое будущее России, жемчужина России? Или наоборот, это бремя, обуза России, да, какое-то гигантское пространство, которое нам нужно осваивать, поддерживать, вкладывать туда огромные деньги. Так что вот я хочу вопрос достаточно заострить, поставить так, нужна ли Россия Сибирь? Что будет Сибирью в ближайшие 20 или 30 лет? Так что вот наших гостей призываю по этому поводу подумать, порассуждать. И, вы знаете, первый вопрос, я хочу определиться со статусом Сибири для России. Это что, это колония? Это внутренняя колония России? Ну, мне начать. Хорошо, я думаю, что нет. Леса и прерии Америки... Вообще Америка когда-то была, естественно, колонией, да, или группой колоний, там, британских, французских и так далее. Но ведь те леса и прерии, которые колонисты уже потом присвоили, да, двигаясь на запад, пионеры и так далее. Кто их сейчас называет колониями? Ну, примерно та же переселенческая картина. Сибирь была полупуста, да, очень сильно пуста. Конечно, там жили коренные племена. Кстати, Россия их в основном там сохранила. Но никто же не называет американский запад или канадский, да, север колониями. На Сибиряке очень часто, вы знаете, я вот читал литературу, и пишут люди, что вот мы были и остались колонией России, и, собственно, колонизация продолжалась в советский период. Я вижу разницу в каком-то ресурсном подходе. Конечно, в характере развития. В характере развития. Вот здесь разница есть в этом, Алексей? Я считаю, что на первом этапе абсолютно идентично. Американцы в первую очередь извлекали из своего Дикого Запада ресурсы. То есть и по времени примерно одинаково. Серебро, золото, пушнина, древесина, все практически один в один. Но затем следует существенное отличие. И вот здесь, может быть, упомянуть в будущем климатические условия. Ведь центром освоения Дикого Запада становится не северная часть, а южная часть. То есть Тихоокеанская часть, Калифорния, которая на сегодняшний день является самым крупным штатом США по численности населения, которое определяет часто результаты президентских выборов и так далее. Еще если она, извините, четвертая экономика мира, если я не ошибаюсь, Калифорния. Да. Так вот, как раз оказалось, что первоначально наличие золотых запасов, ресурсов, серебра и прочие приятные вещи именно в Калифорнии привлекло туда массу людей и вызвало к жизни целый ряд других секторов экономики, которые в последующем стали основными для Калифорнии, когда золото закончилось. То есть Калифорния – первый штат, где появляется первая сельскохозяйственная станция США, появляются первые университеты, появляется банковская система, все вокруг золота. Но штат развивается как комплекс. Отсюда совершенно другие возможности для будущего перспективного развития. Потому что в последующем, когда штаты стали выходить, точнее переходить экономически из Атлантики в бассейн Тихого океана, Калифорния оказалась как нельзя кстати. И даже кризис 1927-1930 года привел к тому, что Рузвельс в первую очередь строил дороги от Атлантики к Тихому океану. Ну да, или вот эта Хувер-дамба, Гуверовская дамба, вот эта каскад Каса-филистростанция около Вегаса. Колорадо оказалась опять-таки идеальной рекой для того, чтобы производить гидроэлектроэнергию и снабжать вот эти новые промышленные сервисные центры. Это тоже похоже на себе. Да, но вот здесь начинается серьезный сдвиг по времени. Если там это происходит в конце 19-го, в начале 20-го века, то мы только в середине 20-го века приступаем как раз к аналогичному освоению Сибири. То есть уже комплексному, не только извлечению ресурсов. Абсолютно верно. Юг Сибири тоже начинает развиваться как комплекс. Но все равно мне кажется, что вот глядя на американский фронтир, ну, конечно, 16-й, 17-й, 18-й век, много, наверное, американские форты, наши там остроги, как это все у них, все эти пионеры у нас казаки, борьба с туземцами там и тут. А моры больше. Да. И шли за одним и тем же ресурсом, пушниной в начале. Шли за пушниной. Но там, мне кажется, степень освоения этой территории была гораздо более глубокой. И территория как-то заселялась сплошным образом. У нас же Сибирь, вот глядя на Сибирь, это какая-то архипелага, да, вот как даже Солженицынская метафора, некая россыпь каких-то. Да я бы сказал, не совсем так, не совсем равномерно. Середина штатов ведь полупустая, по их меркам, по крайней мере. Получилось просто два полюса. Один более старый и до сих пор все-таки более мощный, взятый в целом, это восточный, да, восточное побережье. И западное, очень быстро развивающееся, но все-таки уступающее по многим параметрам, восточному традиционно. Но два полюса. А у нас все-таки полюс один. У нас шло с одной стороны, да, вот на восток. И вот одна из бед России, проблем таких фундаментальных, историко-географических состоит в том, что мощного полюса развития на Тихом океане ведь мы не создали. Абсолютно согласен с вами. И с этой точки зрения, при всем, конечно, подозрительном отношении к затратам на саммит и так далее, вообще-то любые инициативы по развитию Дальнего Востока полезительны в этом смысле. А возможно ли было создать там полюс? Все-таки степень удаления другая. Что такое там в Америке? Ну, там три тысячи миль, да, где-то четыре с половиной тысячи километров. А у нас сколько там Москва-Владивосток? Восемь тысяч. В два раза практически. Ну, знаете, иногда это парадоксальным образом в истории получалось. Вот та эпоха, когда не было, не то что железнодорожные, вообще очень долгое было сообщение туда, там, перекладными, ехали там месяцами и так далее. Но зато плавали. И как раз вот эта вот первая половина, особенно XIX века, вот этот долгий каботаж, по сути, через океаны, он же очень способствовал русским морским, русскому прогрессу на океанах. Тогда была куча открытий, там, Антарктида, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, это, конечно, от беды, что ли, от удаленности этой самой. Ну, потому что, конечно, когда русско-японская война была, это удаленность и сыграло. Транссиб еще не был законченный, пока мы там плыли до Цусимы. Ну, он уже был, просто, конечно, огромная растянутость этих коммуникаций. Современное позорище состоит в том, что сто лет можно пересечь страну по широте, по железной дороге, а по автодороге трудно до сих пор, несмотря на все усилия, там, поездку Путина, ну, и так далее, и тому подобное. Ну, вот, да, вот все-таки, продолжая это, Сибирь стала частью, ну, как бы это выразиться, внутренней территории России, мейнлендом таким. Потому что, ну, я не знаю, рассматривая Калифорнию в Америке, все-таки Калифорния ближе привязана. Я не знаю, даже взять цены на авиаперелеты, там, Нью-Йорк, Лос-Анджелес. Вот, Сибирь, она, по-моему, и с ценами на билеты, и с сложностью с железнодорожной, невозможностью автомобильной коммуникации. Она по-прежнему, у нее есть понятие материк. Вот, Сибирь, это не материк. Ну, вот смотрите, по расстоянию... Не Сибирь, а вот Дальний Восток, сейчас я говорю, да. Ну, та же Калифорния, это 4000 километра от Атлантики, и здесь почти 8, если брать весь Дальний Восток. То есть, получается, что расстояние нужно преодолевать в 2,5-3 раза большее. Это раз. Второе. Ведь американцы в свое время совершили вот две гениальные вещи по освоению Дикого Запада. Первая, это Рузвельтовская программа строительства дорог, причем и автодороги, и железные дороги, и вторая. А потом еще более ранняя гениальная идея, это передача земель железнодорожным компаниям, которые строили железные дороги. У нас, как бы, эта идея ни та, ни другая реализованы не были. Ну, то есть, аналог Рузвельтовской идеи у нас, к сожалению, за счет комсомольского энтузиазма только, и за счет зэков велось строительство дорог серьезно. А вот эта экономическая идея дать железнодорожным компаниям землю в собственность. Значит, пожалуйста, построили километр дороги, территория километр, а может быть и больше, поскольку у нас территорий больше влево-вправо от этой дороги, тоже передается этой компанией. А дальше она уже думает, как ее использовать. Ну да, растут города, растут... Ну, как это, да, Руд 66-я дорога, как, например, тоже, да. Абсолютно. Как только появился инфраструктурный коридор, все, вокруг начинается освоение. Вот до этой идеи у нас до сих пор не додумались. Хотя это простейшая идея, которую можно было бы использовать для освоения этих территорий. Ну, знаете, может быть, вот здесь я чувствую какую-то разницу, опять-таки, между Америкой и Россией. То, что развитие это в России принадлежало государству. И идея была, что это государственное, стратегическое. В Америке это передавалось local communities, да, местным общинам или бизнесу. И они развивали эти города, развивали... Если бы на институциональном уровне, на федеральном уровне не был принят закон о холмстедах, то этого бы не было. Значит, это государство стимулировало движение бизнеса назад. Оно позволило, оно как бы вручило эту землю, вручило идею развития обществу, да, вот этот закон о холмстедах. А у нас-то оставалась государственная стратегическая дорога для сынных, остроги. И там была своя стратегия. Но ведь вот в период Столыпинских переселений у нас были какие-то свои меры и стимулы, и что-то это давало. Вот давайте посмотрим, чем была и остается Сибирь для России. Значит, первое это что? Ресурсы. Безусловно. По-прежнему. Там была пушнина, стало золото, там не получилось, да, золото много не намыли в Бадайба, стала нефть. Лес, потом земледельческая волна колонизации, потом, да, горно-рубная всякая. Вот сейчас, прежде всего, конечно, углеводороды. Углеводороды. Потом остальное, да. Нет, ну, Сибирь дает полный перечень ресурсов, которые нужны для промышленности. В том числе и потенциальных, которые нужны не только для промышленности. А транспортировка этих ресурсов. Вот смотрите, да, у нас как бы страна, как такой разворот книжный, да. Только Урал, да, вот к западу европейская страница, к востоку азиатская страница. Только они не равны по площади очень, да. Три четверти это восточная, а только четверть по площади это западная европейская. Но это совершенно наоборот по плотности текста на этих страницах, да. Европейская гораздо более освоенная, до сих пор там вся пропорция обратная, значит. Гораздо больше населения, гораздо больше массы даже экономики, несмотря на тюменскую нефть и так далее. Но территория, это же не пустая. Даже если она там таежная, тундровая, дикая, плохо освоенная, это тоже ресурсы. Какие ресурсы потенциальные, да. Пресная вода, значит, тот же лес, и не только как источник древесины, а как источник кислорода глобального значения, как средовой, там, экологический фактор и все то. Проблема в том, что они нормально не капитализованы. А возможно ли их сейчас? Пока нет, я не знаю в каком будущем, обозримом или не очень, скажем, это все выйдет во внешнюю торговлю, да. Можно будет этим торговать, получит какую-то мировую или хотя бы вообще любую внешнеторговую цену. Да, первой ласточкой было киота. Попытка, значит, там, квоты на загрязнение воздуха, торговлю имя и так далее. Но дальше пока не пошло, и киота так, там, спорно, много моментов. Но великанцы до сих пор не ретифицировали. Обладание, да, обладание зеленой массой, да. То есть, как же, скажем, у Бразилии огромный ресурс Амазонии, да, у нас огромный ресурс вот этих вот зеленых легких планет. Как раз не случайно Россию чаще сравнивают сейчас с Бразилией и по типу экономического развития, и вот по этому огромному зеленому ресурсу. То есть, в России и в Бразилии легкие планеты. Еще бы нам тот же уровень стратегического планирования, который есть в Бразилии. А к вопросу о том, да, обратный как бы вопрос, а нужна ли Россия-то Сибири, да, если вот колония, вот нас эксплуатируют, вот нас качают бюджет. Очень много, вот я читаю, на сибирских сайтах такой вопрос постоянно ставится. Ну, конечно, он не новый, было сибирское областничество там вековой давности и больше. Но посмотрите на национальный состав населения Сибири, ведь по последним переписям, доля русских там выше, чем в среднем в России. То есть, вообще-то говоря, это та же, только позднее, несколько своеобразно освоенная и заселенная Россия. Ну, и реже. Я думаю, можно нашим слушателям здесь напомнить, что сибирское областничество было такое движение за автономией в Сибири, да, конец 19 века, да, если я не ошибаюсь. Вот я когда про них читал, что меня, так сказать, улыбнуло, как сейчас называется, это то, что куда их выслали. Их выслали на европейскую территорию России, на русский север. Если обычно людей в Сибирь высылали, то их в Сибирь высылать как бы, да-да, пусти козла в огород. Вот, их выслали на русский север, этих сибирское областничество. Ну, вот тоже вопрос интересный, как раз мы заговорили о высылке, о тюрьме, о каторге. Ведь Сибирь еще для России была важна как некий такой депозитарий всего такого, как тогда называлось, подлого элемента, да, как в Австралию спускал англосаксонский мир, вот это все, так же спускалось это как некое подполье. Ну, было просто и бегство от притеснений всяких, да, Сибирь же не была крепостнической, кроме того, старобрядцы, раскольники, значит, туда уходили, а это очень активный элемент. Это по многим параметрам русские протестанты вообще-то. Не потому что веры похожи, а по положению относительно государства, церкви. И по бизнес-культуре в том числе. Да, да, да. Особая купеческая. А вот такая вот полезность Сибири. Нужна ли в нынешнем мире государством стратегическая глубина? То есть сам факт обладания территорией. То есть мы же выросли в том, что вот мы одна шестая часть суши. А вот это очень хороший, да, правильный вопрос. И он довольно спорный. Пожалуй, нет. То есть вот те времена, когда Фридрих Рацель был такой знаменитый 19 века геополитик. Геополитик, да. Географ и геополитик немецкий. Он говорил, что зрелому нормальному государству нужно жизненное это самое пространство, Lebensraum, там размером не менее 5 миллионов квадратных километров. Кстати, считал, что вот так вот. Ну, в пределе размера материков или что-то в этом роде. Но весь Евросоюз же меньше, не говоря о Японии. Но, вот смотрите, здесь... Эта эпоха стала проходить. Действительно, по многим данным, значит, важна не столько территория, столько то, как она развивается, как она обустроена, чем она выходит в мир. Ну да, это просто, да, Алексей, напомню, что это из той серии, когда вот мы мерились, там, я не знаю, количеством боеголовок, там, миллионами тонн чугуни. Нет, здесь немножко по-другому. Квадратными километрами равняется четырем Франциям. Нужно поставить вопрос, потому что вот с одной стороны, да, чем меньше ресурсов, в том числе и пространственных ресурсов, тем более интенсивное развитие. Там, от Андоры, Лихтенштейна, Люксембурга и так далее. Но, с другой стороны, посмотрим на историю. Война 12-го года. Если бы наполеоновские коммуникации не были растянуты на такие огромные расстояния, и если бы не осень с жутким качеством дороги... Если бы не бездорожье, и только одна старая смоленская дорога. Это понятно. Можно вспомнить и поляков, в защите под Костромой в 1612 году. Так и Вторая мировая война тоже самое. Послушайте, ну, все-таки время территориальных войн, наверное, кончилось. И если уж говорить серьезно о войнах, то нам угрожает терроризм. И что там, я не знаю, каким-нибудь исламским, кавказским терроризмом, что у нас есть Сибирь. Вы же начали, да, с восприятия, с того, какие клише в сознании существуют. Так вот, сознание русского народа, образ территории как защитного, да, фактора безопасности, конечно, очень крепко засел. Ну, а куда от истории тут особенно денешься? Хотя в значительной степени. И как раз-таки плохое качество дорог, вот когда-то мне попалось там высказывание андоррского епископа, почему Андорра как бы не строит хорошие дороги. Именно потому, чтобы через нее французы не ходили в Испанию. И наоборот. И это спасало Андорру все времена. Так что вот качество русских дорог... Они и сейчас это поддерживают, да? Нет, сейчас, извините, сейчас прекрасная дорога, потому что они зарабатывают на... Хотя, думаю, что в нынешних условиях... Лозунг ударим по... По интервенту бездорожьем и разгильдяйству, как-то не очень. Ну да, ну так что вот это вот, глядя на страшные фотографии этой трассы, так называемой федеральной Чита-Хабаровск, да, где, так сказать, пролетел, да, на желтых калинах... Китайцы не пройдут. Да, вот если, да, если, так сказать, натовские танки докатятся до Читы, то до Хабаровска они уже не докатятся. Хотя, знаете, вот упомянут Китай, да, еще одно клише. Еще одна типовая фобия, кстати, сейчас усилившаяся, но вообще существовавшая тоже уже весь век, наверное, целый, двадцатый, это Китай-боязнь, или вообще боязнь, так сказать, АТР. Там же действительно что-то вроде демографической стены такой стоит на Дальнем Востоке. Наши, причем продолжающие искудеть людьми, да, эти просторы. И огромный, значит, населенный, да еще очень бурно развивающийся Китай. Так вот, вот это бездорожье, возможно, тоже является в какой-то степени защитным фактором заселения китайцами, которые у нас так боятся. Хотя... Я всерьез это, что ли, нам все воспринимать, что бездорожье нас охраняет от угроз внешнего мира? Я имею в виду, что такая фобия существует, и в качестве, конечно, слабой защиты от нее может быть и такая выдвинута. Смотри, здесь не только мифология. В советские времена 200-километровая приграничная зона была под запретом для дорожного строительства. Поэтому все вот эти до сих пор там в Карелии пограничные переходы очень мало, по всей границе с Китаем очень мало. Это совершенно четкая целенаправленная политика. Потому что после того, как мы вроде бы с Германией дружили перед Второй мировой войной, вдруг такой ляп, да, неожиданный. Вот он на каком-то интуитивно-государственном уровне все-таки заставляет нас принимать решение о том, что приграничные районы не шибко-то должны быть освоены. А у нас вся Сибирь получилась в приграничном районе. Проблема, однако, в том, что если взять вот эту часть Сибири и Дальнего Востока, то заселены и освоены, в том числе инфраструктурно, то как раз территории Южной, ну, по понятным природным причинам. А бездорожье начинается уже дальше. Ну, вот это вот, да, интересно, мне кажется, любопытно, как из века в век воспроизводится вот этот вот российский, изоляционистский такой стратегический менталитет. Вот вы, скажем, Карелию сейчас вспомянули. Действительно, я часто довольно на поезде езжу в Финляндию, и вот эта вот разительность контраста с одной стороны нашей и всего карельского перешейка, собственно, так сказать, одичание начинается от Выборга, и дальше уже, так сказать, дороги в никуда ведущие, перегорожена колючей проволокой, и всё заброшено, леса запущены, зарощены. А финны почему-то так не беспокоятся, хотя, казалось бы, вот уж кому надо беспокоиться. Там же под самую границу подходят дороги, дома стоят прямо на границе и так далее. Вот это вот наше какое-то русское. Это означает, что финны готовятся к расширению. Или может быть, что они... Готовят плацдармы. Или может быть, что они свои как бы... Силендизация Карелии и прочих территорий. Пространственные решения, они основывают на страхе, в отличие от нас. Ну, думаю, что эти страхи преувеличены, но у нас ещё существует такой привычный ещё попытка решить старым способом проблемы, да, вот такого вот неравновесия, там, вот той же демографической, китайской великой демографической стены, там. Как? Надо переселенцев. Надо откуда-то взять, а знаете, сколько надо взять, чтобы выровнять плотность населения вот смежных токорегионов России, вот той цепочки областей и краёв, которые вдоль этой самой восточной границы протянулись, с китайской плотностью? Миллионов триста. Пятьсот. Пятьсот миллионов. Это вся Европа. Вся зарубежная Европа. Ну, да, вот только что... Так что взять технику. Там, приморского края говорил, что в приграничных районах 300 миллионов китайцев. Да. Которые вот готовы при отмашке первой двинуться вперёд. Но на самом деле не очень-то они готовы. Причём, ну да, причём там вроде как тоже довольно сильное демографическое давление и не так высока возможности рынка, как при брежных районах Китая, вот в тех вот, которые близки с Россией. А с нашей стороны, если я не ошибаюсь, там сколько там? Восемь, что ли, миллионов человек живёт вот в этих... Шесть уже. Уже шесть, да. Да, в Востоке шесть. То есть шесть против трёхсот. А граница, собственно, это осматическая мембрана, да, это не железный занавес. Ну, кстати сказать, вот эти вот наиболее развитые китайские провинции, которые примыкают, там Хэйлунзиан, там Гирин и прочее, они вообще-то старопромышленные и довольно депрессивные в Китае по сравнению с более южным. Ну, я и говорю, что там высокая безработица вот в этих вот приграничных. Ну, подождите, но с другой стороны, почему это в том же китайском иероглифе, да, так сказать, можно смотреть иероглиф как кризис, можно смотреть как возможность. Так может быть, это как раз рассматривать как возможность, что вот эти Хуадзяо и смогут заселить нашу депопуляцию нашу, компенсировать. Сибирь же всегда внешними осваивалась людьми. Да, во-первых, китаец занимается сельским хозяйством и здесь перспективы Дальнего Востока для Китая минимальны. То есть, вот переселенцев, занимающихся сельским хозяйством, ну, конечно, можно ожидать, но это не будут миллионы. Ну, какая часть может быть. Да. Второе, промышленность. Что промышленность депрессивная у нас на Дальнем Востоке, что у них. Работать в промышленности особо нечего, но возникает совершенно мощное взаимодополнение. Абсолютно безлесного Китая огромным лесным массивом всего Дальнего Востока. Дальше. Ограниченность углеводородных ресурсов в Китае и огромное количество. То есть, вот ресурсы наши, рабочая сила их, вот здесь возникает действительно бизнес-проекты, масса бизнес-проектов. Дешевая китайская рабочая сила на ресурсных предприятиях Дальнего Востока. Опять мы, да, опять мы в ресурсную нашу парадигму сваливаемся. Но только нужно учитывать несколько обстоятельств, которые, в общем, и благоприятны для нас, и не очень. Первое. Китай действительно, по крайней мере, официальные его отношения к России, оно примерно такое, его можно реконструировать, не столько вычитать напрямую. Значит, это прочный стратегический сырьевой тыл Китая. Да. Да, вот великой в мировой фабрике, там, которая лидер вообще 21 века и так далее. Это вроде спокойно. С другой стороны, дело в том, что Китай, когда инвестирует за рубеж, это в отличие от западных инвестиций, это в основном государственные. А государственные, они предпочитают действительно свою рабочую силу затаскивать там, не приглашать каких-нибудь тех же вьетнамцев. Ну, конечно. Ведь нормальная для нас и не опасная геополитически, если всерьез брать эту угрозу, стратегия, это все-таки определенное через... пусть их заселение даже иностранными работниками, но желательно через полосные. Здесь вьетнамцы, там китайцы, здесь индусы, здесь там кто еще? Таджики. Да, 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 среднеазиаты наши. Да. Вот, и третье обстоятельство. Китай все-таки не готов платить, скажем, евро... Да, вот у нас два направления экспорта природных ресурсов, но на многие из них Китай не готов платить ту же цену, которую мы получаем за... Конечно, да. Там все-таки свои... там долго... ну, страна не настолько богатая, что... Но Китай готов инвестировать. Практически все наши новые нефтяные трубы, газовые трубы за китайские деньги построены. И, естественно, ближайшие 10-15 лет мы особого дохода от этого экспорта не получаем, потому что эти деньги идут в оплату китайских инвестиций. Ну что ж, о роли Китая и вообще о стратегическом будущем Сибири поговорим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. Это программа «Археология». Сегодня у нас разговор об экономической географии. Нужна ли России Сибирь? В гостях у нас географы, экономисты-географы, Алексей Скопин из Высшей школы экономики и Андрей Тревиш из МГУ. Вы знаете, сейчас хочу вспомнить такую книгу, которая в свое время, в общем, бестселлером была Алексея Паршева, уже лет 15, наверное, тому назад он ее издал под названием «Почему Россия не Америка?». Кстати, Паршев был в свое время гостем у нас в программе археологии. Ну, вкратце, напомню, там такой очень простой аргумент такого климатического детерминизма. Грубо говоря, Россия не Америка, потому что в России плохой климат. Америка лежит там, я не знаю, примерно сколько, на тысячу километров, на 10 градусов южнее России. У нас холодные долгие зимы, у нас плохие почвы, у нас, чтобы строить здание, нужно фундамент заглублять на 2 метра в землю, а в Америке, вон что, бизнес какой, поставил вообще картонную коробку на землю, вот тебе и бизнес. Вот, кукуруза сама родится. Так что, примерно вот такой вот, собственно, аргумент, почему, собственно, в России процветает авторитарное государство, а в Америке процветает капитализм. И вы знаете, в то же самое время, примерно в то же время вышла другая книга. Чуть позже. В Америке, да, чуть позже. Вряд ли они читали Паршева, но они используют примерно тот же самый аргумент. Американские ученые, Клиффорд Гедди и Фиона Хилл из Бруклингского института, под названием «The Siberian Curse», «Проклятие Сибири». У нас она вышла под заголовком «Сибирское бремя». Под заголовок там, кажется, как советские планировщики что-то там. Забросили Россию на холод, или что-то оставили Россию, затащили Россию на холод. Вот. И у нее такой аргумент в том, что Сибирь-то как раз это проклятие России. На протяжении нескольких столетий, и в особенности в 20-м веке, мы вот загоняли туда людей, замажай, руководствуя стратегическими приоритетами, качать нефть, размещать там ракеты и военные базы, чтобы атаковать Америку через Северный полюс. Вот. И сейчас, в эпоху либеральной рыночной экономики, Сибирь становится нерентабельной. Нерентабельно там держать людей, большие города, строить туда дороги. Можно туда отправлять просто вахты, как нефтяников на вахты отправляют, а людей оттуда надо вывозить. Вот. Вот как вы отнесетесь к этому аргументу, что Сибирь просто слишком холодная, замороженная и нерентабельна? По Паршеву не только США. Нигде нет. По Паршеву мы живем в стране, в такой холодной стране, в какой не живет никто. Значит, не Канада, там, не скандинавские страны, которые обогреваются Гольфстримом, там, и так далее, и тому подобное. Если судить по средним январским или там, среднегодовым температурам, то, пожалуй, он и прав. Да, он берет, и они берут вот эту вот среднюю изобару января. Да. У них, кстати, вот, извините, напомню, что у них очень интересный аргумент, что она понизилась за 20-й век. Он берет среднюю январскую температуру, среднюю по стране, по России. Ну, там есть, да, гипотезы потепления, похолодания. Давайте сейчас в них особо вдаваться не будем, тем более, что это сравнительно небольшие величины, а относительные, да, других там стран, регионов мира. Для их логики нужно, чтобы она понизилась. Ну, ну, обсудим это сейчас, да, Андрей. С другой стороны, потепление, климата там местами действительно теплеет. Дело даже не в этом, а дело в том, что он прав, если мерить среднюю температуру не территории, даже население, ведь чем дополнили, может быть, не знаю, действительно Паршева, Ахилл и Гэдди его, как бы, концепцию, что мы неправильно расселены. Вот можно считать среднюю температуру по территории, то есть брать небольшие куски территории. А они по населению считают. Да, и Гэдди назвал это средней душевой температурой. ЧПС у них, температура, пер капитал. Да, да, да. Значит, и она у нас значительно ниже, то есть нашему среднему жителю значительно холоднее, чем жителю Канады, где все заселенные пространства прижаты к южной границе США или чем там, шведам или еще кем-то. Я проверял, это действительно так. Ну да, вот этот вопрос, они как раз пишут, что смотрите, Канада, вроде они пытались осваивать территорию, и все равно они в 20 веке, всей руководствуясь экономической рациональностью, сползли на юг. Канада – это густонаселенная 100-километровая полоса вдоль границы США. Там у него есть хорошие карты, которые говорят, или просто расчеты, которые говорят о том, что вот самые северные города мира, два канадских, из больших там городов, значит, из крупных даже, значит, где морозы там, да, держатся вот такого уровня, что Наполеон бежал из России, или начинается ломка углеродистой стали, там у него такие принципы, значит, зимой. Два канадских и штук с дюжину российских, да? Причем, ну, не миллионники, за 100 тысяч населения у нас там. И еще что по Паршево, что по Файоне Хилл и Тайфорту Геди, получается, что, значит, очень плохо резко континентальный климат. Это кто ж выдержит такие, значит, морозы зимой, и при этом огромная амплитуда температуры, все-таки летом тепло. Так вот то, что летом тепло, они забыли. А во внутри континентальных районах, да, Евразия – это самый крупный материк, получаются действительно резкие перепады, и летом действительно получается довольно большая сумма температур, которая, кстати, при карбонатных почвах, там, на известковом хубстрате, где-нибудь в центральной Якутии позволяло выращивать зерновые. Ну, они были низкого рожения, но можно. И овощи. Я был в Якутии, когда летал на заготовку травы, там, и травы хорошие, да. И это, а не только ГУЛАГ, или не только коммунистические там планировщики и так далее, затаскивало российское население, вообще говоря, на север. Ну, земледельческая зона дальше шла. То есть, период выживания зимний за счет заготовки ресурсов. Да. Кстати сказать, знаете ли вы, что во многих странах выше зимняя смертность населения, да, вот есть по сезонам, когда больше... А у нас летняя. И летняя она в Сибири, вот в северных районах Сибири. Интересно, а чем это объясняется? Что мы более адаптированы к зиме, что зима не является таким депрессивным фактором? Ну, там много, наверное, кипотез, сейчас не хочется углубляться. Недавно был на геофаке спор как раз, ну, там диссертация защищалась на эту тему. Но, в общем, вопрос спорный, но так или иначе вот этот факт остается. Возможно. Адаптированный. Ну, это классическая проблема российского августа. То есть, все плохое как раз приходится на самом деле. Ну, бывают разные причуды. Вот в Китае, знаете, кто считается самым морозоустойчивым? Южные китайцы. А юг у них считается южнее от русла Янзы. Вот на восточных равнице. Почему? А потому что там нормативно нет зимой отопления центрального в домах. То же самое у европейцев. Я не более закален. Русский, приезжающий зимой в Европу, страдает от жуткого холода. Да, да, да. Мы привыкли с открытыми форточками в крещенские морозы сидеть, а у них там экономят. Вот на самом деле, с моей точки зрения, если есть какой-то экстремальный фактор, и население проживает, то есть вынуждено с этим фактором справляться, то он вообще-то действует не во вред, а в благо. То есть люди начинают приспосабливаться. Ну, скажем, с нашей точки зрения, японское экономическое чудо и безумные землетрясения, они вот никак не сочетаются. На самом деле, как раз получается наоборот. Та же Калифорния. Это зона высокой сейсмики. Нет, ну да, понятно, что тем тяжелее условия, собственно, да, и многие объясняют экономический подъем Европы, начиная с 16 века, малым ледниковым периодом. В Европе похолодало, и люди адаптировались. Ну, а кроме того, просто природа земли разнообразна. Извините, что немцу хорошо-то русскому смерти, и наоборот, как известно. И я вообще не знаю, какой климат лучше. Я помню, какая-то шотландская коллега, она, правда, была англичанкой по происхождению, но вот работала в Шотландии. Говорит, у нас началась весна, это наша шотландская весна. Вы не представляете, какая это мразь, значит. То есть, вообще, климат Северной Атлантики, какой-нибудь, Исландии, других там островов, где нет ни лета и зимы, и все время вокруг нуля ходит температура. Он шел лучше, когда, да, наша привычная русская зима, вот лето. Смотрите, лучше хуже это субъективные, конечно, вещи, а если объективно посчитать транзакционные издержки экономические. Вот еще раз, логика Хилл и Гэдди. То, что канадцы, они сравнивают Россию с Канадой. Канадцы, грубо говоря, весь 20-й век мигрировали, сползали, сползали к Америке и расселились в этом более развитом... Нет, они на север-то сильно никогда не заползали. Ну, они не шли, но, собственно, остались. Они шли, конечно. А Россия вся переехала туда, сначала зэки ехали с ГУЛАГом, потом комсомольцы и добровольцы, и мы получили все эти города-миллионники, и вот эти, понимаете, наши рассказы из Якутска зимние, когда там вообще... Ну, что такое, скажем, поддерживать инфраструктуру коммунального хозяйства в Якутске? Дорого. Где люди вообще иногда машины заводят в сентябре и глушат двигатели в мае. Правда, общий вывод о том, что Сибирь там экономически неэффективна, и надо содержать. Вы скажите нашим нефтеэкстратерам. А с другой стороны, в этом есть доля правоты, потому что тут голландская болезнь. Вообще, для развития России, да, вот это вот ресурсное изобилие, оно же ресурсное проклятие, это же не только нас касается. Вот называется голландская болезнь. Хотя голландцы, конечно, не страдали и в такой... Стоп, стоп, ну вот смотрите, я опять немножко не согласен. Ведь свободный рынок что делает? Он заставляет страны использовать те ресурсы, которые в избытке. На территории России 25% мировых запасов природных ресурсов. И что мы делаем? Мы отказываемся от освоения ресурсов, но ведь как раз-таки свободный рынок заставляет нас использовать ресурсы в первую очередь. Ну, они же далеко. Понимаете, что такое, скажем, арабская нефть, где там воткнул полку в землю, забил фонтан, и через 100 километров вот тебе нефтеналивной этот самый терминал, и туда подошел норвежский танкер водоисмещением. Ну, хорошо, если они тратят на баррель 3 доллара, а мы 16, то при цене 100, все равно это выгодно. Ну, когда наступает 98-й год, да, и цена падает до 9 долларов за баррель, тогда другое дело. Плохо не то, что мы используем эти ресурсы, а плохо то, что мы стали очень от них зависимыми во внешнем мире. Ну, вы знаете, вот продолжу вот эту идею, что вот нефтяникам нужно. Да, нефтяникам, положим, нужна, хотя, конечно, я тоже слышал, что нефтяникам не сильно нужно то, что дальше Тюмени и Ямал-Ненецкого округа. Вот, потому что уже восточно-сибирская нефть. Ну, смотри, сейчас штокмановское месторождение. Мы даже штокман-то не можем освоить, не понимаем, как вообще бурить на 160 метров, и как газ сжижать. Вот. Так вот, нефтяники, может, нефтяники, то, что как раз Клифф и Гэдди предлагают, что нефтяники туда вахтами поедут, как, собственно, норвежцы там в Северное море засылают вахты, и канадцы, или там на Аляску, американцы нефтяники засылают вахты, а зачем нам там все эти гигантские города с детскими садиками, районный коэффициент северные надбавки, вот эти отпуска. Страшная проблема маячит, вот кончится нефть, или что-то в этом роде, или упадет цена на нее опять. Там же люди загнаны, все эти салихарды, и все эти комбинаты. Конечно, но знаете, у нас вахтовый метод в гораздо больших масштабах распространен на освоенной старой европейской территории. Вот эти новые отходники, которые потянулись в Москву, в другие крупные города-мегаполисы, из глубинки российской, из деревень, из малых городов, и так далее, и так далее, это куда больше, чем эта наша вся нефтянка, она все-таки не очень трудоемка, а здесь они и охранниками, и водителями, и так далее. Это тоже своего рода ведь вахтовый метод. Почему они используют такой метод? Семья остается на месте, а кто-то идет в отход. Да потому что не могут переехать. Чудовищные градиенты цен. Тут проводились некоторые обследования, они, правда, говорят, что и не хотят уезжать из своих там малых родин, из деревень, и так далее. У них есть возможность там личное подсобное хозяйство там содержать, и в то же время зарабатывать в городах. Но на самом деле это социальная проблема, причем она гораздо масштабнее по людям, чем там. Потому что, значит, смотрите, человек выпадает и из местной жизни, вот из своей малой родины, и с той, где он, он тут не интересен властям, тут ему нет медицины там и того всего прочего. Он не участвует очень часто вообще в выборах, потому что, опять же, он не там, не тут, часто распадаются семьи, то есть... Ну да, вот это, кстати, колоссальная проблема при вахтовом методе освоения, сохранении устойчивой семьи. Потому что, если две недели ты отсутствуешь в семье, то дети, супруга, родственники, знакомые и так далее, и так далее, они находятся, ну, в некотором, по отношению к тебе, таком странном состоянии. Ну да, да. И, кстати, вахты, насколько я знаю, у меня есть несколько знакомых, которые, вот, скажем, в Норвегии там таких работали на вахты. В основном это одинокие, холостые мужчины, молодые, которых отправляют, семейных там очень мало, вот, которые на платформы там засылают, статуил. Ну и потом в России есть же еще одна проблема жуткого пьянства, потому что если мужику нечем себя занять, не может же он 24 часа работать, да, то что он делает вечером. Это хорошо, да, семья как гарантия от пьянства. Это надо еще аргумент сторонникам Петра и Февронии. Ну, все-таки, вы знаете, вот я здесь просто сейчас думаю уже стратегически о будущем Сибири, учитывая те тренды, которые сейчас есть в нашем государстве. Государство наше, я думаю, согласитесь, на глазах становится не асоциальным, а антисоциальным, учитывая те... И на этом фоне, мне кажется, что проблемы депопуляции Сибири и выживания сибирских вот этих дальних городов, которые могли существовать в советской перераспределительной структуре всего этого северного завоза и так далее. А сейчас, когда там, я не знаю, банк Сардин, наверное, там по 200 рублей стоит, и буханка хлеба по 100, как в дальнейшем вообще Россия может позволить себе содержать вот эти вот все далекие распадающиеся города? Сереж, все-таки смотрите, вот она не содержит. Они содержат всю Россию. Они содержат? Вот в чем главное... Ну, мы же живем на ресурсах, а ресурсы у нас где? 60% валютной выручки дает нам нефть, газ, уголь. То есть, они содержат Россию, они позволяют выплачивать пенсию и так далее. Именно отсюда происходят разговоры о том, а нужна ли вот коренная европейская Россия в Сибири. А вот да, правда, продолжить это. А насколько вообще вероятно угроза сепаратизма? Минимально. В 90-е играли с этой идеей? А вообще, насколько, скажем, политический профайл вот этих вот регионов, они какие? Они пропутинские, провластные? Как голосуются в мире? По выборам пропутинские. По выборам, да, скорее вот они такие. Социальный профиль тоже не менее важен. Именно на нем есть такая безумная почти идея у уважаемого коллеги Александра Николаевича Пелясова, который недавно опубликовал сравнительно книгу «И последние станут первыми». А он как раз, он специалист по северу. И он пишет примерно такая очень упрощенная его аргументация, что там же население моложе, да, это мигранты недавние сравнительно. Оно более энергичное, чем вот в этой глубинной ядровой России, где остались действительно часто бабушки да алкогольники. Значит, и вот это инновационный, креативный потенциал там же есть. Поэтому вот последний станут первыми. Я, правда, несколько скептически к этому отношусь. Я что-то не встречал случаев, чтобы первые легко сдавали свои позиции последним. Значит, будут упираться те же самые мегаполисы, да, европейской части, эти города исторические, с огромным багажем. Ну, так бы, да. Но какие-то аргументы этого рода есть? Здесь, вот я просто приведу российскую традицию. Она в чем стоит? Если в федеральные органы власти приходит команда из региона, то большая часть ресурсов всей России направляется в пределы этого региона. Пришли уральские с Ельциным, значит, Урал немножко там восстановился. Питерские пытаются сейчас определенную часть ресурсов направить на развитие. Так вот, если в силу каких-то совершенно случайных обстоятельств придется команда из Красноярска или Новосибирска... Очень, да, такое шаткое, шашаткое будущее для Сибири. Только если... Потому что... Ну, смотрите, продолжить этот вопрос. Вот, пожалуйста, он уже где-то на подходах. Ну, Собянин, да. Да, Собянин. Так что, нет-нет, этот процесс так втихомолочку, но идет и достаточно серьезно. Ну, да, Хрущев с Украиной, да, там это Крым. Ну, вообще, Южно-Русская или там Украинская, да, была долго вот позднесоветское время. Да, вот это... Советский Союз руководил фактически... Ну, в общем, в нашей политической структуре, это, пожалуй, я хочу сказать, да, единственное, на что людям надо надеяться, что придет своя элита какая-то. Понимаете, проблем, допустим, да, с сибирским вот этим вот депопулирующими пространствами, или, допустим, вот в ядровой России все, что между городами глубины, это идентичные вещи. То есть, и там, и тут одна и та же проблема. И там, и тут, кстати, есть угроза такого вторичного инокультурного там, да, заселения, хотя она часто преувеличивается пока, она не очень серьезно, но она, в принципе, есть. Да, но все-таки, насколько в силах России удержать Сибирь? Вы знаете, вот я даже по своему опыту вспомню пару лет назад, я ездил по сибирским, вообще по различным российским университетам, и в том числе там было в Томске, в Новосибирске, в различных там образовательных институциях, в Кемерово. И вот меня потрясло то, насколько люди ориентированы на Китай. Там даже вот студенты говорят, вы знаете, они как бы не приходят на первые пары, а почему? А они ночью, значит, на китайских рынках, там время разница с Китаем, они или сидят какие-то программы, срочно там компьютерные решения, то есть все компьютерные. Дети учат китайские. Да, учат, но они не учат, они уже работают конкретно на китайских заказчиках в то время, когда в Китае бизнес-день идет. Вот. И меня потрясло совершенно, а я там с какими-то евросоюзовскими там проектами приезжал, говорят, есть такие вещи там, можете там ТАСИС подавать. А они их не интересуют, их не интересует Евросоюз, их не интересует даже Москва, по большому счету. Вот им интересен ближний китайский рынок. И я увидел вот это вот такой очень сильный дрифт такой в том направлении, которые меня впечатлили. Естественно, да, это в языках сказывается. Типа, зачем нам второй европейский какой-то учить, немецкий, когда мы учим китайский. Вот здесь как раз ситуация совершенно неожиданная, разворота, то есть, казалось бы, вторая голова Орла, она вообще никогда не пригодится. Так, символ. Но вот сейчас эта вторая голова из политического символа превращается в совершенно конкретный экономический символ. Супердержава все-таки растет. Потому что мы до сих пор недооцениваем значение АТР вообще в мировой экономике. А центр мировой экономики и центр глобального экономического роста именно там. И давным-давно уже нужно было развернуться в этом направлении. Просто люди, с которыми контактируете, они уже давно это поняли и уже давно это начинают реализовать. А вот государство у нас тупо упорно отворачивалось от этого направления. Ну, а как развернуться? Что вы видите? Очередные какие-то гигантские, мегаломанские государственные проекты? Есть какие-то возможные импульсы развития капитала, которые только можно. Это поддержка, и в том числе поддержка образования. А пока нет китаизации демографической или чего-то в этом роде, то на самом деле существует такой краевой эффект. Он вообще широко довольно распространен. Но я сейчас поясню, что это такое. Вот у нас с нашей кафедрой эконом-географии зарубежных стран коллега возил студентов на практике одно время по России, и все дальше и дальше, вот удаляясь. И они проводили там микроопросы на улицах людей. И задавали им в том числе такой вот провокационный вопрос. Давно ли вы были в России? Это они спрашивали, значит, на Урале, в Западной Сибири, потом в Восточной Сибири. И доля тех, кто не возмущался против самой постановки, так мы же и так в России, значит, она нарастала потихоньку, где-то до Байкала. Потом они собрались поехать за Байкалью и на Дальний Восток, и думали, что там она достигнет еще более, еще сильнее эта закономерность проявится. И вдруг бац, краевой эффект. Там большинство опрошенных возмущались самой постановкой. Мы ведь россияне. Вот этот граничный, барьерный или краевой эффект, он часто дает себя знать. Это, знаете, как на Украине, в Венгрии или в Испании страшно популярно салу, ну, там, ветчина, да, свинина. Почему? На границе с исламом. Вот это фронтирный эффект, значит, отторжение. Вот, а мы в пику им. Вот так бывает. Так что в культурном смысле Владивосток до сих пор город наш. Город наш, он сказал, да. Это же интересно, потому что калининградцы, они четко ориентированы в экономике на Польшу, Германию и так далее, но в своей ментальности и в культуре они ориентированы четко на Россию. Не надо преувеличивать этих угроз, вот такого спонтанного. Другое дело, что государство, если там не задастся, да, то если уж очень сильно напортачат, так сказать, да, наше руководство, там, или по другим каким-то стечению внешних и внутренних факторов, если начнет трескаться Россия, угроза потерять Сибирь не так велика, но угроза раскола России, как и многих подобных стран, ведь мы же многострановая страна, да, а Китай что, другой, что ли? По каким линиям угроза раскола России, какие вы видите? По этническим, в первую очередь, конечно же. Этнические рубежи самые мощные. Волжский пояс, ислам. Ну да, что-то в этом роде. Я сейчас не хочу эти сценарии рисовать, хотя в свое время пытался как бы их представить, но неважно, даже не в этом дело. Сибирь все-таки не самый опасный регион, но вслед за другими, в последнюю, в одной из последних очередей, есть ли такое? Вот это об этом надо думать. Нет, но здесь, как раз, одна из причин авторитарных жестких режимов России, что на самом деле каждый крупный регион России по отношению к своему ближайшему соседу гораздо слабее. То есть у нас ни один регион без центральной власти не способен противодействовать экспансии внешней. Поэтому оказывается, что если центр проводит, скажем, политику децентрализации, ну тут же эти внешние экономики начинают давить внутри российскую региональную экономику. Как только жесткий режим выстраивает вертикаль власти и обеспечивает переток ресурсов, и как бы защиту, и поддержку, и так далее, ну региональные экономики выживают. Ну то есть патриотизм, грубо говоря, российский патриотизм, и в том числе и русский этнический компонент, сильнее, чем дальше от Москвы, тем он сильнее, и тем больше на него власть может положиться. Иногда вот Андрей сказал, что это с некой ямочкой. Ну да, с Байкалом начинается резко. Да, 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 вот до сих пор сокращение, а потом на краю резкий рост. Ну что все-таки государство должно сделать, чтобы, я не знаю, поддержать этот регион, оставить его в, не знаю, использовать его для вот этого вот переноса центра тяжести России, если таковое нужно будет сделать в 21 веке? Да, я не думаю, что это нужно делать, так уж непременно переносить центр тяжести. Спокойно остается столица там и США, и Канады, и Китая у одной, да, окраинной страны, хотя могут активно развиваться другие части этой страны. Но мне кажется, все-таки инфраструктура. Инфраструктура, я тоже. Дороги? Это в один голос. Дороги, конечно. Аэропорты, морские порты, железные дороги, автодороги. Чем важна и хороша инфраструктура? Мы можем не знать, какой ресурс, какие производства, какие отрасли понадобятся нам завтра, но это пригодится. А нужно ли нам стимулировать переселение людей в Сибирь, чем, собственно, Россия занималась сначала, так сказать, насильственными методами, а затем какими-то стимулами сейчас? Ну, мне кажется, что вот... Нужно ли нам, грубо говоря, держать там людей, чтобы заселять, заполнять ли человеческим ресурсом эту территорию? Смотрите, речь идет об использовании потенциала людей молодого возраста, потому что люди с устоявшимся местом работы и так далее, они никуда не двинутся по своей воле. Молодежь, что может привлечь? Экономическая динамика этой территории. Но для того, чтобы работать на этой территории, нужны языки. Уже английского мало. Должен быть китайский, японский язык и, может быть, даже языки страны Юго-Восточной Азии. Отсюда все-таки подвижка в системе образования. Если мы должны, точнее, просто обязаны пересмотреть образовательные стандарты с введением вот этих языков. Ну да, то есть здесь уже, ну это тоже к вопросу об инфраструктуре, здесь уже такая интеллектуальная инфраструктура для поддержки сибирского региона. Ну что ж, время наше подошло к концу. Вы знаете, хочу вернуть тот вопрос, который гости наши сказали, давно ли вы были в России? Такой хороший вопрос. Особенно, я думаю, это актуально для наших слушателей, расположенных в Москве. Вот им тоже обратиться вопрос, давно ли вы были в России? Потому что есть МКАД, есть Замкадья, есть еще и Центральная Россия, есть и Урал, а есть и Сибирь, Дальний Восток, о которых мы сегодня говорили. И вы знаете, хотя мои немножко алармистские настроения по поводу того, сможет ли Россия удержать Сибирь в 21 веке, были развеяны. Тем не менее, мне кажется, надо об этом помнить и знать, что Сибирь это совершенно особый регион. И я думаю, нам очень сильно надо думать и стараться, чтобы Россия осталась с Сибирью, и Сибирь осталась с Россией. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Профессор высшей школы экономики Алексей Скопин, научный сотрудник географического факультета МГУ Андрей Тревиш. Я ваш верный археолог Сергей Медведев, за пультом Иван Куприянов, продюсер программы Дена Турбовская. Доброй ночи и удачи!